МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его очертания безукоризнены. Он всегда находится в постоянном, неспешном движении, даже когда стоит на месте. Его ощущения – космос. Его муза – реактивные самолеты. Он не похож ни на одну модель своего семейства и при этом вызывает восторг у всех, кто видит его впервые. А еще этот автомобиль иногда называют «женской мечтой». Флагма модельного ряда Citroёn – премиальный хэтчбэк DS5 под пристальным взглядом самых пристрастных представителей автожурналистики. Екатерина Квашенкина. Все женщины обязательно бьют и едят за рулем. Александр Добин. Вот что это такое? Что это такое? Какое-то непонятно. И Екатерина Рзянина. Так, а почему у меня греется? Купа, я не понимаю. В программе «Гранд-тест». 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 Каков Citroёn DS5 на самом деле? Самолетный дизайн и пилотная компоновка салона – претензии на звание самого гламурного автосовременности. Мешают ли дизайнерские решения инженерным? Влияют ли внешние данные на ходовые характеристики? Что чувствует водитель, оказавшись за рулем французского авторского авто? Именно на эти вопросы мы и предложили ответить нашим экспертам. Автомобиль с необычным дизайном. Но дизайн необычен не только снаружи, но и внутри. Совсем другая компоновка салона. И вот насколько удобно всем этим пользоваться, я как раз и проверю в городских условиях. Машина Фантомаса? Автомобиль для президента? Или женская игрушка? Я постараюсь понять, для кого же всё-таки создавался Citroёn DS5. Прошвырнуться за покупками по дорогим бутикам. Выпить чашечку кофе с подругой в гламурном ресторане. Или просто произвести впечатление на дороге. Можно ли сделать всё это с DS5? Я попробую это выяснить. Действительно ли Citroёn DS5 является женской машиной? И чем женский взгляд на авто отличается от мужского? Лучший образец французского автостиля в уникальном телевизионном эксперименте в ближайшие полчаса на телеканале Автоплюс. Когда впервые смотришь на этот автомобиль, то первая реакция – это удивление. Мне действительно непонятно, к какому сегменту можно отнести этого монстра. То ли короткий универсал, то ли удлинённый хэтчбэк, а может быть просто надутый седан. Но как бы там ни было, он ярок, узнаваем и очень необычен. Потому что этот автомобиль – это некое дизайнерское произведение искусства. А уже потом машина. Вы когда-нибудь видели такое количество хрома снаружи? Нет, и не увидите, потому что это есть только у него. Автомобиль «Ситроен ДС-5» в сегодняшней программе. Меня зовут Александр Добин. Мы начинаем наш мокрый гранд-тест. Здравствуйте. Александр Добин. Автожурналист, теле- и радиоведущий. Возраст – 43 года. Любимый автомобиль, на котором ещё не ездил. Любимая дорога – пустая гоночная трасса. Любимый водитель – водитель, оставшийся дома. Верит, что вежливость на дороге начинается с мигнувшей аварийки. Восприятие ДС-5 зависит исключительно от того, с какой стороны вы на него смотрите. Три четверти и такой закос а-ля Америка 50-х. Ретро-стайл. Если подойти сзади – агрессивные выхлопные трубы. Конечно же, спорткар, но самое узнаваемое место – это неповторимая абсолютно решётка радиатора. Но это ещё не всё. Главное очарование необычности ДС-5 как раз в салоне. Пойдёмте смотреть. Так случилось, что этот гранд-тест мы снимаем сразу после того, как закончился московский аэрокосмический салон, официальным автомобилем которого «Ситроен» является уже много лет. Какая связь, спросил я у французских лётчиков между «Ситроеном» и аэрокосмическим салоном? Ну как? Удивились они. Дело в том, что дизайн салона ДС-5 в точности напоминает дизайн кабины реактивного французского самолёта. Кнопки регулировок и управления зеркально расположены в переднем тоннеле и на потолке машины. Чтобы открыть форточку в панорамной крыше со стороны водителя, нужно нажать одну кнопку со стороны пассажира, другую. Ну и какой же реактивный самолёт без проекции скорости на лобовом стекле? Хотя нет, на специальном экране. Стёкла опускаются и поднимаются вот отсюда. К этому надо привыкнуть. Ну а остальное всё под рукой. Руль с обрезанным низом. Штурвал. Массаж сиденья. Пристёгиваемся. Полетели. Автомобиль «Ситроен ДС-5». Привод передний. Двигатель дизельный турбированный. Объём 2 литра. Мощность 163 лошадиных силы. Максимальный крутящий момент 340 ньютон-метров. Коробка передач автоматическая 6-ступенчатая. Максимальная скорость 211 км в час. Разгон до 100 км в час 10,4 секунды. Расход топлива в смешанном цикле 6,1 литра на 100 км. Цена тестируемого экземпляра 1 миллион 660 тысяч рублей. Первое ощущение за рулём ДС-5 двумя словами или какой-то короткой фразой сформулировать практически невозможно. Если к любой другой машине привыкаешь буквально за несколько минут, ты адаптируешься в салоне, смотришь где что находится и тут же начинаешь этим пользоваться. То для того, чтобы интегрировать себя в салон ДС-ки, требуется, в общем, какое-то существенное время. Но даже это не самое главное. Чем больше ты на ней ездишь, тем больше пытаешься понять, для кого этот автомобиль предназначен. Лет 5 назад с другим автомобилем одного европейского производителя, который сейчас снова появился в России, у меня произошла такая история. При довольно сдержанных габаритах автомобиля, относительно скромном убранстве, у него была по тем временам совершенно запредельная цена. 34 тысячи долларов он стоил в базовой комплектации. Я спросил представителя компании, для кого предназначен этот автомобиль за такие деньги. И в ответ я услышал, что при вложении в тюнинг салона этого автомобиля еще нескольких тысяч долларов, этим автомобилем охотно интересуются ландшафтные дизайны. Вот с тех пор я для себя сформулировал название целевой аудитории подобных машин. Вот Citroën DS5 – это современный образец автомобилестроения европейского, предназначенного для ландшафтных дизайнеров в самом позитивном смысле этого слова. Симбиоз эпатажа с буйством дизайнерской, в этот раз автомобильной дизайнерской мысли – это и есть Citroën DS5. И поэтому правильнее говорить не о роскоши, удобстве, о комфорте, а вот о том самом французском шике. Если и можно как-то материализовать шик от французов в автомобилестроении, то он абсолютно точно материализован в Citroën DS5. При этом все, с чем сталкивается водитель в салоне, отдано на откуп вот этой самой необычности. И на первый взгляд спорные дизайнерские и инженерные решения, в конце концов, приводят тебя к мысли, что так и должно быть. На первый взгляд абсолютно самолетный руль, который-то и рулем назвать сложно, больше похож на штурвал. Со срезанным низом, с точки зрения водительских стереотипов, необычен. Но стоит немножко поездить на автомобиле, как ты понимаешь, что это офигенно удобно. Пока мы стоим на светофоре, я расскажу вам еще об одной функции, связанной с безопасностью, с устроенной DS5. Как только ты открываешь водительскую дверь, машина сразу начинает на тебя ругаться. Аларм, тревога, друзья мои. Я бы в DS5-м тестировал водителей на сообразителе. Тест номер один. Найди кнопку открывания стекла. На вопрос, как вы чувствуете себя за рулем DS5-го, как ландшафтный дизайнер. При этом, скажу честно, мне все здесь нравится. Мне потрясающе удобно сидеть. Мне все довольно хорошо видно, несмотря на неоднозначную переднюю стойку. Вот что это такое? Что это такое? Вообще не понятно. Кроме того, задний обзор, из-за спойлера или антикрыла, тоже, мягко говоря, далек от одеяла. Но при этом это совершенно не смущает, не раздражает и не мешает. Больше того, абсолютно универсальная. Причем совершенно городская машина для того, чтобы тебе было не просто комфортно, а ярко ездить. Видели бы, как смотрят на водителя Citroёна DS5, меня в данном случае, девчонки, которые сидят в соседних автомобилях. Ландшафтные дизайнеры, дизайнеры интерьеров, менеджеры и клерки среднего звена и просто все, кто хотят обратить на себя внимание, DS5 – это автомобиль для вас. И если вас не смущает цена, то дизайн, пускай уж вас не смущает вовсе. На этом автомобиле удобно и позитивно ехать, если можно так сказать. Правда, злые языки утверждают, что этот автомобиль предназначен для женщин. Я об этом судить не берусь, но вот история модели DS и женский ли автомобиль это или нет, обо всем этом из уст представителя прекрасной половины человечества. А с вами был Александр Доган, это Гранд Тест, не переключайтесь, увидимся. Все люди как люди, а я богиня. Не верите? Вот, даже написано DS. В переводе с французского это и означает богиня. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Квашенкина и программу Гранд Тест продолжаю я. Я попытаюсь выяснить гендерную принадлежность этого автомобиля. Екатерина Квашенкина. Натуральная брюнетка. Автожурналист, редактор журнала «Автомир». Возраст – 28 лет. Водительский стаж – 10 лет. Стаж в автомобильной журналистике – 8 лет. Любимый автомобиль – тот, который соответствует своей цене. Нелюбимый автомобиль – любой из списка самых угоняемых. Ненавидят недостайлинг и колхоз тюнинг. Вот это, очевидно, женские вещи. А можно ли назвать женским автомобиль? Компактный хэтчбэк премиум класса. Существует мнение, что такой автомобиль обязательно должен понравиться женщинам. С этим я не буду спорить. Женщинам, конечно, понравится «Ситроен ДС-5». Но ярлыки вешать все-таки не стоит. Солярка у меня ассоциируется исключительно с трактористами и комбайнерами. Но вот, пожалуйста, дизельный двигатель в женском автомобиле. Так бывает. Багажник у «Ситроен ДС-5» самого что ни на есть женского размера. Сюда влезут и покупки, и детская коляска. А вот мужской набор удочек или котелок, или палатка для похода на природу могут и не поместиться. К тому же, женщина, открывая багажник ДС-5, может сломать ногти. Уж очень неудобно расположена кнопка. Если закрыть багажник можно, взявшись за специальную выемку, то с открытием гораздо сложнее. Пальцы приходится засовывать в узкую щель. «Ситроен ДС-5» очень большой диапазон регулировок кресла. У меня рост 182 сантиметра. Но здесь легко усядется и человек за 2,30, наверное. Вот, у меня даже ноги до педали не достают. Машина для баскетболисток не иначе. «Ситроен ДС-5» заводится с кнопки. Но хорошо, что здесь есть ниша для ключа. Не приходится класть его в карман. Ну что, поехали? Линейка «Ситроен ДС-5» существует уже очень давно. Первый автомобиль с названием «ДС» был представлен в 1955 году. Он дебютировал на выставке в Париже. И в первый же час работы мотор-шоу на машину оставили 800 предварительных заказов. Она и в дальнейшем пользовалась невероятной популярностью. Машину ценили за передовые характеристики. У нее, например, впервые в истории автопрома были передние дисковые тормоза. Была у нее и пневмоподвеска. На «Ситроен ДС-5» в свое время ездил Шарль де Голь. В 1962 году, когда было совершено известное покушение на президента, он ехал именно на «Ситроен ДС». Машина выдержала обстрел и довезла президента до резиденции в целости и сохранности. Не гнушается этим футбеком и нынешний французский президент Алант. На свою инаугурацию в прошлом году он приехал именно на этой машине. Можно ли говорить о том, что автомобиль, на котором ездит французский президент, женский? По-моему, нет. При разработке «Ситроен ДС-5» французские инженеры во многом ориентировались на Китай. Именно этот рынок один из ключевых сейчас для марки. В Китае мало водителей женщин. И «Ситроен ДС-5» покупают в основном мужчины. Говорят, что женщинам нравятся маленькие машинки. Ну, тогда «Ситроен ДС-5» – это точно не женский автомобиль, потому что он большой. Очень сложно найти в этой машине что-то женское. Ну, разве что хорошо то, что ногти не ломаются. Здесь нету скользких поверхностей, которые опасны для маникюра. Говорят, что женщинам важно иметь возможность поставить куда-то в салон стаканчик с кофе или чаем. На туннеле никаких подстаканников нету. Здесь только кнопки, селектор, мультимедийная система. Честно говоря, мне кажется, что мы тут, рассуждая о гендерной принадлежности этого автомобиля, оскорбляем создателей ДС-5. Я уверена, что ни дизайнеры, ни инженеры не вкладывали в эту машину ничего женского. Они не делали машину для девочек. Но, впрочем, в Европе уже никто и не делает машину по гендерному признаку. А еще Ситроен ДС в свое время был машиной Фантомаса. Да-да-да-да, легендарный киногерой ездил на том самом старом Ситроене ДС 1955 года. Ну, как может быть этот зеленый киногерой женщина? Женский автомобиль, наверное, это тот, которым легко управлять. Ситроен ДС-5 тогда относится к этой категории. Баранка у Ситроен ДС-5 достаточно чувствительная. Но левым мизинцем руль удержать не получится. Все-таки требуется большое усилие, не женское. По сути, единственное, что я могу найти женского в этом автомобиле, это ее внешность. Она яркая, она привлекает внимание на дороге. Но, бедные мужчины, неужели мы запрещаем им ездить на красивых машинах? В общем так, если вы мужчина и сомневаетесь, не слишком ли женский этот автомобиль, чтобы сесть за его руль, не сомневайтесь, вспоминайте про французского президента, вспоминайте про Фантомаса, вспоминайте про китайцев. Если вы женщина и вам кажется, что этот автомобиль недостаточно женственен, пересмотрите ваши критерии. Для женщины это очень красивый, удобный и практичный автомобиль. Для мужчины это очень стильный транспорт во французском стиле. Все мои попытки определить гендерную принадлежность этого автомобиля провалились. Это не женский, но и не мужской автомобиль. И нейтральным назвать этот яркий дизайнерский хэтчбэк язык не поворачивается. Он не нейтральный, он унисекс. Если вы понимаете, в чем разница, а если не понимаете, то ничем не могу вам помочь. С вами была Екатерина Квашенкина, это Гранд Тест. Не переключайтесь. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Розьянина. Сегодня программу Гранд Тест заканчиваю я. Мужчины уверены, что знают, чего хочет и о чем думает блондинка. В народе есть куча анекдотов и присказок по этому поводу. На самом деле, все немножко иначе. Настоящая блондинка – это я. Сегодня у вас есть уникальная возможность узнать, что думает блондинка за рулем. Что касается Ситроэна ДС-5, то мне кажется, это определенно автомобиль для девочек. Причем не для простых девочек, а для гламурных. Сейчас мы как раз это и проверим, насколько эта машина гламурная. Екатерина Розьянина. Натуральная блондинка. Автожурналист. Редактор сайта и телепрограммы «Автовести». Возраст – 24 года. Водительский стаж – 7 лет. Стаж в автомобильной журналистике – 4 года. Любимый автомобиль – LMP2. Нелюбимый автомобиль – черный, тонированный, с проблесковым маячком. Убеждена, что штрафы должны быть максимально высокими, а бензин надо разливать бесплатно. Салон у француза получился очень интересным. Здесь очень мягкие материалы, приятные, такая здоровская отделка. Все блестит, мигает. И первое время, когда ты садишься за руль, немножко отвлекает внимание. Я вообще за рулем этого автомобиля сижу в первый раз. И мне действительно сейчас тяжеловато понять, где какие настройки. Спинка хорошо, облегает мое хрупкое тельце. Но я барышня довольно высокая, и все высокие девушки на каблуках, им будет очень тяжело. Потому что колени упираются в руль, и синяки на коленках будут обязательно. Автомобили Citroën, особенно премиальная линейка DS, славятся своими панорамными крышами. Тут у нас большой центральный тоннель. С двух сторон для двух пассажиров есть очищенники. Они довольно широкие, поместятся даже большие модные очки, которые любят столичные барышни. О, у нас тут есть камера заднего вида. Очень, кстати, хорошая. Такая разлиновка интересная, перекрестная. Девушка такого не видела. О, у меня в обхватке очень приятно. Он такой пухненький, немножко упирающий, широкий. Этот автомобиль, безусловно, женский, потому что мужчина все-таки выбирает машину больше по тех паспорту. А именно женщина покупает себе железного друга по эмоциям, по категории нравится, не нравится. Вот здесь я больше склоняюсь в сторону нравится. И девочки любят такие машины, на которые обращают внимание. И когда ты каждое утро садишься, и у тебя приятное настроение, она тебя радует приятными звуками, приятной внешностью. Вот Citroën DS 5 – это как раз тот вариант. Что меня здесь отвлекает? У меня почему-то такое ощущение, что зеркала очень близко расположены. Подлокотник. Ну, он довольно глубокий сюда, не только диски. Ой, а он еще и туда уходит. Ну, большая бутылка с водой точно поместится. А может, даже крупная косметичка, то есть можно к подружке сидеть, перелечевать. Для меня, как и для любой другой девочки, очень важно музыкальное сопровождение автомобиля, чтобы мне было комфортно. Я люблю петь в машине. Музыка – это, кстати, хорошая вещь для того, чтобы заглушить посторонние звуки. В этот автомобиль они, к сожалению, попадают. Самоизоляция здесь не идеальная. Так, а почему у меня греется... Это, я не понимаю. Мне вот надо вот отключить. Как это сделать? Так, здесь у нас ничего нет. Угу. Вот она, крутилочка на сиденье. Ну, конечно. А вот это что такое? О, как приятно у нас еще и массаж. Так, что мне нужно, вот, как девочке, да, как только я сажусь в автомобиль, я сразу раскидываю по салону там все свои вещи. Сумку, блеск, луду отдельно, там, какие-нибудь ключи, пропуск на работу. Вот здесь мне это сделать некуда. Здесь просто нет никаких там ниш, никаких выемок. Туда можно бросить там мелкий стаб. А здесь даже телефон бросить некуда. Вот что интересно, во Франции, в Европе покупателями конкретно этого автомобиля являются мужчины старше 30 лет. Для меня это просто вот хохма. Потому что я не могу себе прислать русского мужика, который будет ездить на Citroën DS5. Ну, как, только девочка. Может быть, даже и деткам здесь будет ездить приятно. Девочка будет ей гордиться, потому что выглядит она очень презентабельно. Поэтому это прям вот 100% французская машина. А мне кажется, что у этого автомобиля нет конкурентов в сегменте. Что можно назвать? Та третья намного меньше, и она скучнее. И вообще они мужицкие. Автомобили Audi сделаны для мужиков. Там все вот какое-то грубоватое, такое все квадратное. А здесь все наоборот, кругленькое такое, прям вот без легких углов. Приятно. О, зеркало с подсветкой. Здорово. Подсветка нам нужна. Можно и губки подкрасить, и реснички в пробке. Ну, подвесочка-то, кстати, такая... Когда ты едешь по нормальному асфальту, там, ну, как вот лежачий полицейский тебе впадается, кажется, что подвеска мягкая. Ну, как только ты выезжаешь за город, где дорога не очень хорошая, куча неровностей, и, ну, прям такая вибрация передается, я чувствую. Ну, вот мы провели какое-то время вместе с Citroën DS5, и, в принципе, по большей части с этим автомобилем мне уже все понятно. Если все-таки вешать ярлыки и склоняться к гендерному фактору, то это, конечно, женская машина. Мужчина может приобрести DS5, но только под жестким прессингом второй половины. Но тогда не факт, что именно он будет на ней ездить. Это была программа «Гран-Тест», где мы препарировали Citroën DS5. С вами была Екатерина Рзянина. Увидимся! А теперь самое время озвучить мнение наших сегодняшних экспертов, которые провели день за рулем необычного француза. Не всегда все, что красиво, удобно. В данном случае я рад, что мои опасения не оправдались. DS5 – автомобиль яркий, автомобиль удобный и автомобиль на каждый день. И при этом для того, что мы имеем снаружи и внутри, это, в общем, стоит своих денег. За полтора миллиона наши сограждане приобретают совершенно обыкновенные автомобили, да еще и входящие в список самых угоняемых. А здесь за полтора миллиона вы получаете уникальный экземпляр – дизайнерскую машину, на которую будет смотреть каждый второй прохожий. Наверное, не стоит жадничать. Покупок в этот автомобиль влазит много. Парковщики возле дорогих ресторанов с удовольствием находят ей место. Да и мужчины на дороге обращают внимание. Но для того, чтобы произвести эффект возле ночного клуба в субботу вечером, гламура DS5 недостаточно. Возможно, чтобы купить яркий автомобиль, самому нужно стать ярким человеком. Пятерка DS способна сделать вашу жизнь ярче, но окончательный выбор всегда остается за вами. И чтобы его сделать, нужно просто посмотреть наш гран-тест.